всем привет это новости на азда тв власти таджикистана заявили о нейтральные позиции по войне в украине глава центра стратегических исследований при президенте таджикистана усман зуда заявил что в войне между россией и украиной страна занимает нейтральную позицию и не отдает приоритет какой-либо стороне и с россией и с украиной у нас хорошие отношения мы пытаемся уменьшить влияние этой проблемы на экономику страны и укрепляем отношения в первую очередь со странами региона сказал усман зуда чиновник также сообщил что таджикистан не получал официальных протестов от украины из-за участия своих граждан войне всего в боевых действиях в украине с обеих сторон уже погибли сотни уроженцев центральной азии в том числе таджикистанцы десятки из них были завербованы из колонии фактически не имели права голоса президент кыргызстана обвинил сша в давлении за обвинений в помощи россии санкциями президент кыргызстана садыр жапаров отреагировал на обращение американского сенатора роберта минедеса который призвал его ужесточить контроль над экспортом в россию санкционных товаров мне приходят письма от многих видных политиков это я расцениваю как давление на кыргызстан и попытку втянуть нас конфликт но мы этого не допустим мы независимая страна мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях казал жапаров агентству хабар президент также заявил что уже говорил о нейтралитете в российско-украинском конфликте в письме мэнедеса говорилось не только о помощи бишкеком в обходе санкций но и об ослаблении институтов демократии нарушений прав журналистов и давление на представителей гражданского общества на эти обвинения жапаров никак не отреагировал журналисты еще в июле сообщали что сша готовит экономические меры против кыргызстана чтобы пресечь поставку через страну санкционных товаров в россию утверждалось что бишкек продает запрещенные товары китайского и европейского производства от беспилотников до оптических прицелов электронных схем для бомб в итоге под санкции сша попали три кыргызстанских предприятия власти казахстана на несколько часов приостановили работу домена яндекс козе из-за этого пользователи столкнулись с проблемами при доступе к сервисам яндекс включая поисковик такси и электронную почту в министерстве цифрового развития сообщили что это произошло в связи с размещением аппаратно программных комплексов ресурса за пределами казахстана инцидент произошел после статьи издания медуза о том что все данные сервиса такси яндекс go и его аналогов разных странах сейчас находятся в российских дата-центрах и с началом осени к нему может получить круглосуточный доступ фсб после этого финляндия и норвегия запретили передавать в россию данные клиентов зарубежного сервиса такси яндекса а грузинская служба защиты персональных данных начала проверку российской компании власти казахстана также заявили что направили запрос в яндекс с требованием предоставить информацию о местонахождении центров обработки персональных данных граждан и способах взаимодействия с силовиками позже пресс-служба яндекса сообщила форб что им удалось добиться восстановления доступа к домину при этом там не уточнили каким образом это было сделано таджикские силовики отчитались о задержании 13 подозреваемого в похищении банкира из матулоева в турции задержан 28-летний гражданин таджикистана бахтовар сафаров которого в душанбе считают одним из участников банды похитившие в июне замглавы орионбанка шухрата из матулоева в генпрокуратуре заявили что сафаров уже был судим за незаконный оборот наркотиков в настоящее время по уголовному делу установлены лидер и 15 участников организованной преступной группы 13 из которых уже задержаны и взяты под стражу сообщили в прокуратуре по официальной версии из матулоева похитила преступная группа который создал дилшо заедмурадов он ранее работал в управлении по борьбе с организованной преступностью милиции а затем был инспектором управления по борьбе с кибер преступностью генпрокуратуры один из обвиняемых преступлений таджикистане срустом ашуров в июле из-за отказа во въезде молдову застрелил двух офицеров пограничной службы и умер сам от полученных ранений в ответ тело шухрата из матулоева до сих пор не найдено однако генпрокуратура признала его погибшим поиски банкира продолжаются это были новости на азда.тв пока увидимся на просторах интернета